Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Всем привет! С вами Муса Перова Галья и Казахстанская Медиа Академия. Она говорит, «В мире так много красоты, и иногда мне кажется, что я вижу ее всю сразу. Это слишком много. Мое сердце наполняется, как воздушный шар, который вот-вот лопнет». Она не собиралась быть фотографом, но именно фотография стала ее сильной страстью. Кристина Вараксина – фотограф, ведущая инструктор Академии Нью-Йорксфильм, специально для Медиа Академии и наших телезрителей. О себе, о тонкостях фэшн-фотографии и секретах успеха. Когда я училась, мне почему-то это не очень нравилось, и я поняла, что, наверное, я этим никогда в жизни заниматься не буду. Но сейчас, работая фотографом, работая в сфере фэшн и в рекламе, я просто настолько благодарна, что у меня было это образование, оно мне очень пригождается в каких-то вещах. И это я говорю к тому, что никогда не знаешь, что тебе в жизни вообще может пригодиться, на каком этапе, и когда нельзя ни о чем жалеть. Немножко расскажу о том, как я делаю первые шаги, наверное, тоже интересно, потому что нам всем приходится начинать, как-то попадать в индустрию. Вот здесь это была моя первая журнальная история и первая обложка. Попала история на обложку журнала «Хантастик», независимый американский журнал. У меня была идея двух девочек-моделей взять, рассказать, поместить их в какую-то такую среду интересную, вроде как и ретро, вроде как немножко и сюрреалистично в какой-то степени, и рассказать историю о том, что они чувствуют себя такими отстраненными от мира. Это называется «абендент». То есть кажется, что их никто не понимает, и они просто другие какие-то. Поэтому здесь вся такая гамма и свет, который я выстраиваю, он такой немножко мистичный. И когда я начинала фотографировать, это был проект, когда я только-только закончила, или как раз заканчивала учиться. У меня не так было много связей в индустрии, и я все стилизовала сама, и выбирала все интерьеры, детали интерьера, одежду. Но девочки были профессиональные модели из агентства, и у меня был профессиональный визажист и стилист по волосам. Но сразу же я поняла, что это каждая вот такая съемка, это очень большое количество работы. Ну, я, конечно, и до этого это сознавала, но здесь, когда у меня не было команды, и я собирала все сама, всю мебель, искала где взять в аренду, подбирала цвета, да, как будет там, например, в этой вазе будет сочетаться цвет с чем на носу, да, выстраивать композиции, позы, как конкретно будет цвет падать на человека. Я сразу как-то клюнулась в этот мир с разных сторон. Первый мой клиент был салон, hair salon, который вот занимается волосами, пуческами, фишками. Они, конечно же, не знали, что они были первым моим клиентом, они пришли, они заметили мои работы онлайн. Я тогда, когда еще училась, еще была студентом, я экспериментировала со своими знакомыми и стилистами по волосам. Мне очень почему-то нравилось играть с волосами. Мы делали какие-то безумные скульптуры из волос, фотографировали. И я это выкладывала онлайн, и вот этот салон меня заметил, им понравились фотографии, они подумали, что я какой-то крутой профессиональный фотограф, хотя я была только студентом тогда. И пришли, и наняли меня на этот проект, заплатили денег, все прошло хорошо. Они хотели именно в таком очень классическом стиле. Ричард Давиден был их основной референс, если знаете, такого фотографа. И вот сделали очень красивые волосы, и я поиграла с освещением, и проект прошел очень успешно. Идея была сделать такие очень-очень мягкие пастельные цвета, добавить живых цветов, и стилизовать эта одежда в очень таком тоже мягком, воздушном стиле, немножко хиппи. И называется «Цветочная ностальгия». То есть это и 70-е здесь, и цветы, и дети цветов, в общем, все вместе намешано. Был очень хороший стилист на этом проекте, который принес очень много монтажной, интересной одежды. И был флорист, и был сэд-дизайнер, декоратор. В общем, достаточно была большая работа, была большая команда на этом проекте. И было две модели. Еще одна съемка, о которой хотелось рассказать, тоже был интересный проект для журнала «Тартарус», это нью-йоркский журнал. Называется «Чайлдс Плей» или «Детские игры». Идея была создать винтажную такую сцену, немножко в таком ретро-стиле. И основной референс у меня был чердачные игрушки, как знаете, там американский фильм показывает, как они там хранят все это барахло на чердаке, и старые игрушки от всех своих бабушек и родственников и так далее. Вот это был референс по стилю и настроению. И основной персонаж в этой истории была вот эта вот маленькая девочка, у которой было много различных игрушек, и она такой испорченный, капризный ребенок. И в том числе одна из ее основных игрушек – это большая живая кукла, это взрослая модель. Здесь я тоже ломаю стереотипы, потому что обычно в фэшн-журналах используются или взрослые модели, или дети, если это детские фэшн-журналы. Здесь я для взрослого фэшн-журнала использую также детскую модель. Вот это тоже была интересная съемка для вашего казахстанского «Харплесс-базара». Как раз в этом году я снимала. Тоже мне очень повезло. Я случайно совершенно натолкнулась на старый дом в штате Нью-Йорк. Это дом 18 века. Его нашли и восстановили. Сделали его очень красиво. Обновили весь интерьер, собрали туда мебель. Вот видите, повесили красивые картины на стены. Выкрасили пол, сделали немножко такую тоже старинную текстуру на нем. И мы сделали такую съемку, называется «Натюрморт». Поиграли немножко с овощами, с фруктами. Вы увидите дальше, что там картинки. Но сняли не только внутри этого дома, сняли также и снаружи. И такая история немножко о деревенской девушке. Когда я делаю фэшн-истории, мне все время хочется добавить какой-то элемент неожиданности. Какой-то элемент... Или это может быть что-то сюрреалистичное. Или что-то может быть просто очень такое игривое. Или неожиданное. Почему оно там? Почему фэшн и овощи? Или фрукты? Или деревья? Или что-то еще. Потому что сейчас, опять же таки, мы все избавлены потоками информации и картинок, и чего только нет. И нас очень сложно удивить. И хочется создать что-то не совсем предсказуемое, не совсем, что люди уже много раз видели. Да, красивая девушка, стоящая в поле с цветами, например, это очень предсказуемо. Все это знают. А как сделать, чтобы это все-таки оставило у человека какое-то впечатление, оставило какую-то картинку в мозгу. Мы все пролистываем инстаграмы, пролистываем журналы. Но как сделать, чтобы человек остановился и остановил свой взгляд, и посмотрел хотя бы на секунду подольше. И это цель каждого фотографа, каждого художника, который что-то создает, который встает в какой-то визуальный ряд. Это остановить человека, да, на несколько, как в тягу секунду. И остановить их мысль, что здесь происходит, почему что-то вот не так, да, или как-то вот зацепить. Что-то мы находим, а что-то мы теряем, что-то мы смотрим на что-то знакомое, и эти вещи открываются с неожиданной для нас стороны. А что-то мы, наоборот, перестаем замечать. И вот здесь она такая отстраненная и не знает вообще, что она делает, а молоко каким-то волшебным образом само по себе попадает в стакан. Здесь вот она стоит, как бы задумавшись, да, а за спиной у нее есть выдвинутый открытый ящик, который не из шкафа, не из комода, из какого-то открытого, а просто из стены абсолютно немотивированно, открывается, то есть что-то он открывает, наверное, может быть, что-то предлагается, какая-то возможность, или что-то, которое мы пока еще даже не замечаем. И здесь вот было разбито страусиное яйцо, которое оказалось внутри пустых, ну а почему там ничего нет? Ну, в общем, это истории, которые я себе придумаю, мне нравится придумывать истории, мне нравится их рассказывать моделям, чтобы они создавали тоже какую-то эмоцию в кадре, и мне проще благодаря этому выстроить картинку. Фотограф, так же, как и режиссер, например, это тот человек, который принимает финальное решение, да, который говорит «стоп, снятый», например. Поэтому я всегда говорю, что фотограф, он должен быть еще и арт-директором, человек, который чувствует финальную картинку. Это как художник какой-то степени, и эта картинка вот именно в фэшн-фотографии, да, не в фото-журналистике, такого не бывает, а в фэшн-фотографии, коммерческой фотографии, концептуальной фотографии, картинка собирается с нуля, она собирается по частям, и каждая деталь, она имеет значение, да, почему там у нее на столе лежат вот маленькие красные фрукты, а небольшой арбуз, например, да, и почему не стоит рядом эта ваза слева, а не справа, почему цветок в вазе вот такой высоты и вот так наклонен к ней, да, почему у нее рука вот так поднята, а нога так подвинута, почему там стул, тут стоп, ну и так далее. То есть это все, это все элементы, которые выстраиваются в какую-то идеальную композицию и балансируют друг друга, пока ты просто, ну, вот каким-то своим метром или опытом или глазом не почувствуешь, что сейчас этот баланс, он совпал, да, вот все, все друг друга балансирует, все выглядит отлично. Тогда ты говоришь, окей, стоп, снято. В мире перенасыщенной информации так трудно кого-либо удивить красивой картинкой. Основная задача заставить человека остановить взгляд в быстро мелькающем калейдоскопе Инстаграма. Вот вам остановись в мгновение, ты прекрасна. Только в декорациях 21 века. С вами была Муса Первого Галья и Казахстанская Медиа Академия. Стань мединой личностью. Казахстанская Медиа Академия это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская Медиа Академия это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская Медиа Академия. Стань медийной личностью. Я была Хия Мухамеджанова. Казахстанская Медиа Академия. Стань медийной личностью. Субтитры подогнал «Симон»!